На 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-инфо». Азиз Алиевич, добрый день. Здрасте. Всех приветствую с хорошим днём. Прекрасный день на улице. Солнце светит. Настроение становится лучше и лучше. Съезд вятской торгово-промышленной палаты на носу. Да, и съезд палаты на носу. Ну что же, Азиз Алиевич, я так понимаю, что нас с вами обоих не было в Кирове. Две с половиной недели. Ну да, около того. А вот вы вернулись. Какую-то разницу вы заметили? Вот что поменялось по ощущениям в городе? Что должно было поменяться? Всё-таки много чего в это время произошло. За это время у нас выбрали главу города. Появилась новая команда, частично новая команда в правительстве области. Вроде очень много событий. Часть замов Васильева уехала из Кирова. А есть у вас ощущения о том, что что-то изменилось? Ну, я отвечу вам, значит, так немножко как бы философски, в том смысле, что вы спрашиваете меня, и вот я вернулся в Киров. Киров — это, Кировская область — это определённая система. Значит, поменялись некоторые элементы в этой системе. Система же не поменялась. Но глобально ничего не изменялось. И пока эти элементы не собираются ни направленность этой системы менять, ни результативность. То есть, ну, декларации какие-то есть. Ну, там, в сторону того, что мы все вместе, там чего-то, куда-то в светлое будущее и так далее. Но за такой короткий период нам ещё надо будем посмотреть, как бы, да, вот то, что будут делать новые лица. Но за такой конкретный период даже человек с хорошей направленностью и, ну, скажем, нацеленность на результативность не может сделать так, чтобы мы с вами ощутили какие-то изменения. Нет, никаких изменений не ощутил. Вернулся в родной город, как бы, не увидел его сильно процветающим или, там, значит, сильно ухудшившим в этом смысле. Ну, правда, некоторые вещи там огорчают. То есть, всё равно дороги уже начинают, там, с осени ухудшаться. Вот раньше у нас, как бы, вместе со снегом сходили дороги, а сейчас они, ух, ещё снега нету, они уже ухудшаются. Я представляю себе, что будет после снега. Ну, это же, как бы, не системные изменения. Это просто показывает, продолжает нам показывать, сигнализировать, что, значит, система на сегодняшний день только ухудшает, значит, свою результативность. То есть, нацеленность системы оказывается не на улучшение, значит, тех целей, для которых эта система существует, а на улучшение, собственно, жизни элементов этой системы, то есть тех, кто, причём управляющих системой. Вот, собственно, ну, как это должно сказаться на мне? Да никак. Но мы вот с вами уезжали в такое интересное время, да, главу города у нас выбирали. Мне вообще кажется, что выбор Елены Ковалёвой – это то событие, которое в наибольшей степени повлияет на жителей. А почему? Ну, что значит «почему»? Почему повлияет? Мне кажется, имеет значение, кто возглавляет это здание на перекрёстке Воровского. Ну, имеет значение, как люди относятся к своим всем избранникам, и какая фракция доминирует. На сегодняшний день снова доминирует там «Единая Россия». История показывает, что при таком доминировании, когда решение фактически городской думы определяется даже не фракцией «Единой России», а там региональным отделением, региональным полицсоветом «Единой России», то они не всегда принимают в итоге правильные решения и не улучшают систему управления городом. На сегодняшний день пока у меня вот такое мнение. Ну, то есть, по-вашему вообще без разницы, кто сидит в кресле главы города? Конечно. Потому что Елена Ковалёва, Елена Васильевна, она ведь тоже представитель «Единой России», она же шла как представитель «Единой России», она входит в эту фракцию, она, по-моему, и член этой партии, если я не ошибаюсь. Но ведь люди-то бывают разные, правильно? С разным набором личных и профессиональных качеств. Хорошо. Я вот Елена Васильевна хорошо знаю, знаю, что она специалист по бюджету, она умеет наводить порядок, она знает, где что лежит, она может, то есть в ее интеллектуальные способности входит умение анализировать, умение подать материал и так далее, так далее. Но я ее не знаю как специалиста по развитию. То есть я не знаю в ее биографии вот таких срок, когда она могла отвечать за развитие такой социально-экономической системы, как город. И из-за развития области она тоже никогда не отвечала. То есть, конечно, можно сказать, что она могла привлечь и может привлекать специалистов, да? Может. То есть это зависит. Но с другой стороны, если человек, собственно говоря, сама никогда не конструировала там какое-то видение стратегическое, да? Вот. Какую-то новую картину вот этой системы. То, наверное, не означает, что она не может это делать. Это означает, что ей будет сложно сразу это делать. Поэтому опять будем посмотреть. То есть очень уважаю Елену Васильевну, но при этом представляю себе все трудности, с которыми она непосредственно столкнется и будет ли по силам ей эти трудности избежать. Причем здесь их полно. Это и интеллектуальные трудности, о которых, так сказать, трудности опыта и знаний, а это еще и политические трудности, а еще и в некоторой степени финансовые, людские. То есть потому что для улучшения ситуации после постановки целей и задач нужно будет ведь серьезно перетряхивать и систему управления, которые под эти задачи должны изменяться. То есть сама система управления не должна меняться просто сама по себе. Вот как вы мне задаете вопрос. Вот пришли новые люди. А система управления должна меняться под задачи и под цели. А мы ведь пока не знаем этих задач и целей. Мы знаем некие декларации. А вот вы говорите про политические трудности. По вашему мнению, глава города Кирова в первую очередь с кем должен уметь разговаривать и договариваться? Вот такой вопрос. В идеале или, значит, по факту? По факту. Значит, по факту. С кем глава должен уметь договариваться? Ну, во-первых, со всеми заинтересованными лицами. То есть чьи интересы непосредственно не то что совпадают, а перекрещиваются с интересами города. То есть это строители, это дорожники, это те, у кого есть земельные участки, значит, в которых город так или иначе будет заинтересован в дальнейшем, да? Это все, у кого есть экономические интересы в городе. Это может быть и перевозчики, и коммунальщики, да, и структуры, которые отоплением занимаются и так далее. И те, кто финансирует, ну вот мы с вами финансируем фактически, да, но население-то об этом, может быть, не знает, потому что они-то не знают, что вообще-то деньги в городской бюджет поступают, когда у них удержат подоходный налог. Фактически они содержат и главу, и заместителей главы, и главы, и депутатов, и главу администрации, и так далее, и так далее. И население как-то по этому, ну так, по боку они, потому что, ну вроде как, работодатель отдал, а не из своего кармана. Ну, потому что мы не из своего кошелька этот, который отдаем, да, да, да. Поэтому, значит, интересанты, вот со всеми интересантами должен уметь договариваться. Получится у Елены Васильевны, потому что у тех, у кого есть экономические интересы в городе, они ведь, у них ведь тоже есть инерция. То есть, они раньше решали вопросы, там, одним путем, то есть, где-то по знакомству, где-то по старой дружбе, где-то вот некоторые говорят, что и там, вроде как, какими-то коррупционными методами. Вроде как говорят. Ну да, потому что, кроме фактов, которые установили правоохранительные органы, ведь у меня есть только, я же сам не видел этого, я только слышу об этом. Вот поэтому я и говорю, что вот говорят. Азиз Альич, я предлагаю сейчас прерваться на небольшой перерыв, после перерыва продолжить про Елену Ковалеву, ее независимость и договороспособность. Это Азиз Агаев, его особое мнение, сейчас ненадолго уходим на перерыв. Мы возвращаемся в эфир на студии НФМ, особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Я приношу извинения за свой простуженный голос, что-то меня напрочь продуло в отпуске. Ну так что же, продолжим про Елену Васильевну. Некоторые эксперты говорят, что Елена Васильевна – это человек крепостного, и городом по факту будет руководить Валерий Васильевич. Как вы считаете, это так? Ну, я не могу это с достоверностью утверждать, но предполагаю, что какую-то роль в избрании Елены Васильевны в городскую думу Валерий Васильевич сыграл как опытный специалист по избранию самого себя, например, и других, может быть, лиц в городскую думу. Поэтому я думаю, что он наверняка поделился опытом. Может быть, еще чем-то, я не знаю. Вы сегодня, Азиз Альевич, так политкорректно выражаетесь, что я даже не знаю, что произошло. Да, я очень добрый и пушистый. Дело вот в чем. Просто это люди, Елена Васильевна же не девочка, извините, пожалуйста, за такое выражение. То есть это закаленный, опытный человек. Которая пережила сколько губернаторов? Троих? Шаклеин? Шаклеин, Белых. Ой, Белых, простите, Белых и Васильевна. Да, да, да. Поэтому сказать, что кто-то на нее так будет воздействовать, ну, конечно, она будет учитывать, как нормальный человек, вес и влияние того или иного человека. Она будет учитывать интересы тех лиц, кто ей помогали. Ну, конечно, будет. Это же нормально, по-человечески правильно. Но я не уверен, что она будет в этом смысле готова будет идти против интересов города. То есть я в этом не уверен. Я думаю, что у нее пока достаточно сил для того, чтобы таким вещам противостоять. И все-таки, при всем при этом, она может попасть в ситуацию, когда ее будут вводить в заблуждение, подсовывать какие-то факты. Но она же умеет работать с информацией. Она специалист в этом смысле и анализировать умеет. Поэтому я не сказал бы, что она не знает там и не хочет знать там Валерия Васильевича. Но в то же время я бы не преувеличивал в данном случае его влияние на ее решение. Вы были на инаугурации? Нет. Наверное, нет, да? Вы как раз в это время отдыхали так же, как и я. Да. Некоторые люди, которые там были, говорят, что гостей на инаугурации встречал в том числе Владимир Васильевич Быков. И создавалось такое ощущение, что он хочет показать, что ребята, в городе до сих пор я хозяин. Как Вы считаете, насколько он действительно сейчас влиятельен в городе? И насколько он сможет влиять на ситуацию или на решение Елены Васильевны? Ну, смотрите, у нас, значит, к сожалению, у вятских людей есть, значит, такое качество, что мы очень трепетно относимся к должностям и к людям при должностях. Поэтому, когда мы говорим, что вот, значит, Владимир Васильевич ушел там из города, условно говоря, да никуда он не ушел. Он председатель ОЗС. В каком смысле он ушел из города? Он остался влиятельным человеком. И в этом смысле говорить о том, задавать вопрос о том, может или не может он влиять на решения, принимаемые там в городе, ну, конечно, может. Он влиятельный, авторитетный человек. Понятно, что везде есть какие-то подводные течения, в том числе и во фракции, и в полицовете, и кто-то там кому-то чего-то где-то за что-то обязан там и так далее и так далее. Потому что так устроена, так сказать, наша жизнь, потому что жители города, скажем, отдалены от выборов. И фактически выбор происходит не ими. Ну, не происходит выбор, так сказать, невесты или жениха, как правило, если ты лицо невесты видишь только сразу после свадьбы, значит, в первую брачную ночь, понимаете, да? То есть ты можешь сказать да или нет, но ты не знаешь, кого ты выбираешь, понимаете, да? Да, поэтому точно так же и вот с депутатами, которые там выбраны. Поэтому когда мы говорим, Владимир Васильевич вот там, вот он показывал там, во-первых, он сам по себе такой. То есть он достаточно общительный, он никогда не пригибается там где-то там, куда выходит в той или иной аудитории. Но это не означает, что он всем хочет сказать, что он тут хозяин или еще где-то хозяин. То есть я много раз с ним бывал на разных там тусовках, условно говоря. Ну, поведение человека такое. Да я думаю, что в тех тусовках, где ходит Владимир Васильевич, практически каждый себя так ведет, кроме некоторых там особенных лизоблюдов, условно говоря. Это нормально. Я думаю, что он себя, я вот лично считаю, что он себя вел очень естественно. Это не означает, что он показывать хотел, что он тут. А ведь он действительно тут. Он ведь председатель ЛЗС. Это достаточно серьезная, влиятельная, авторитетная должность. Ну, хорошо. Я еще хотела обсудить с вами историю с Геннадием Коноваловым. Это человек, которого все прочили как раз на должность мэра, о котором говорили, что он уже согласован в АП. И вдруг что-то пошло не так, и Геннадий Коновалов отказался. Это нормальная ситуация, или это значит, что что-то нарушилось в общепринятом порядке вещей? Я, честно говоря, никаких подковерных игр и подковерной информации не обладаю в этом смысле. Я Коновалова тоже знаю. Нет, ну просто представьте ситуацию. Человека согласовывают в АП на должность главы города. Да откуда мы знаем, что его согласовывают? Ну вот, давайте представим, что мы знаем. Ну вот, давайте представим, что мы знаем. Согласитесь, это ведь сложно сделать, предварительно не согласовав это с человеком. Ну, конечно. А потом мы имеем отказ. Это нормально? Ну, давайте, раз уж мы пошли представлять и предполагать, давайте тогда дальше и предположим. Ну, предположите. Да, давайте предположим, что его согласовывали, а потом ситуация изменилась. Ну, ну, хорошо. Во-первых, я думаю, что он реально понимает, какая это работа. И дело в том, что он никогда ведь в такой работе не бывал. Вот непосредственно вот в такой политико-общественной, по большому счёту. И поэтому, надо ли ему это, хватит ли его здоровья на это, тем более, как ему ещё нужно будет, по большому счёту, нужно было бы правила, там, вот этой работы для себя уяснить, а они, ой, как непростые, там. В этой сфере люди очень часто, как змеи, друг друга могут кусать, жалить, ядовитыми своими зубами подставлять, обманывать, и так далее, и так далее. Надо ему это для... Я думаю, что он поберёг своё здоровье. Ну, хорошо, предположим. Когда у нас регион возглавлял Никита Белых, он очень часто говорил, что у нас муниципальная власть самостоятельная, что я там на город Киров не влияю. Ну, и вообще отношения у них с Быковым были не очень. А вот сейчас, насколько будет область вмешиваться в дела города? Будет ли у нас два отдельных центра принятия решений? Или они всё равно вынуждены как-то сотрудничать? Ну, несмотря на то, что Никита Юрьевич говорил об этом, и я не думаю, что прямо они там с Быковым любили друг друга, но я бы не сказал, что там какие-то особенные конфликты были. Они могли возникать только на основе каких-то вопросов общественно значимых. А влиял Белых на какие-то вопросы, которые в городе принимались? Конечно, влиял. Будет ли влиять там команда Васильева на... В какой степени? Вот интересно, в какой степени? Ну, в той, в какой это было вообще ему интересно, с двух точек зрения. Может быть, с точки зрения каких-то интересов тех или иных инвесторов. И, может быть, с точки зрения общественной значимости. То есть, вопросов, которые людей так или иначе интересовали. Ну, и ещё и, может быть, в связи с тем, когда он там устанавливал какие-то памятники, условно говоря, и так далее. Ну, я думаю, что вот так. В целом, во всём остальном... Но ведь, когда ему задавали вопросы про дороги, он же всё равно проводил совещание. Или там про тепло. Город Киров же это всё-таки город Киров. Поэтому, я думаю, что команда Васильева точно так же будет влиять, будет желать влиять на все процессы, происходящие в городе. Если возможно, так же с точки зрения каких-то экономических интересов. Если что-то ещё инвесторам интересно в городе, может быть, они и будут этим заниматься. Как насчёт главы администрации? На это место тоже сейчас все просят Шульгина, нынешнего зампреда Васильева. Насколько удачна эта кандидатура? Вот я в самом начале специально хитро к вам как бы ответил. И вот возвращаясь туда. Удачная, неудачная кандидатура Шульгина, я ведь его лично не знаю. Поэтому я думаю, что, ну, мне не очень понятно, вот человек, типа, министр промышленности, энергетики и ЖПХ, да, у нас, или как он там, какие должности там он занимает. И вдруг он идёт главой администрации города Кирова, да. То есть для меня, как бы, всё-таки зампред на области там повыше будет, чем глава администрации города Кирова, сит и менеджер, скажем, как у нас ещё по-другому там. Ну, понятно, он распоряжается финансовыми ресурсами и так далее. Но у нас ведь правоохранительные органы уже не те, что были там 10 лет назад, да. В том смысле, что... Это к чему? Это к тому, что даже если кто-то распоряжается какими-то бюджетными средствами, он должен это сейчас делать только в интересах того субъекта, кому эти средства относятся. Но вы имеете в виду, что, если что, нарушения с друг не сойдут? Не сойдут. Я думаю, что так или иначе, значит, вся информация собирается, складируется. И как только, значит, появляется политическая воля, что кто-то там какие-то средства присвоил, мы на примере можем многих там и по России видеть, что так или иначе, через год, через два или через три, значит, эти факты. Поднимаются, заводятся дела, и людей привлекают, значит, к ответственности. Понятно, что должна быть воля на это. Плохо, что эта воля всё время должна быть из Москвы. Я считаю, что такая воля должна определяться непосредственно законом. Нарушен закон, значит, сразу нужно человеку брать за одно место мягкое или за другое мягкое. Вот я узнаю уже Азиза Олевича. И тащить его туда, значит, куда положено. И мы все должны этому способствовать. Но, тем не менее, не всегда получается. Вот я на этом Азизу Олевичу предлагаю прерваться. Это особое мнение Азиза Огаева. Сейчас мы уйдём на рекламу и через пару минут вернёмся. Возвращаемся в эфир. Это особое мнение на 101.фм. Азиз Огаев напротив меня. В студии всё так же Юлия Афанасьева. И всё так же я приношу вам извинения за свой хрипший и продутый голос. Ну что же, Азиз Олевич, давайте закончим. Прошу, Льгина. Ну, вот я почему вас возвращал на самое начало нашего разговора. Я тогда сказал, что какие цели перед системой стоят. То есть, пока мы не знаем, какие цели стоят. Какие ставят цели новый состав Думы. Избрать Путина в 2018 году. Если для этих целей, я не уверен, что Шульгин нужен. Может быть, тогда Филиппа Киркорова, я не знаю, избирать глава. Нет, понимаете, для Филиппа Киркорова бюджета не хватит города Кирова. Я вот не знаю. Вот, может быть, если цель там внедрить человека Васильева, условно говоря, в город. Ну, во-первых, надо быть убеждённым, что Шульгин вообще-то человек Васильева. Несмотря на то, что его Васильев. То есть, надо понять, чей он человек. Вот, чьи интересы, каких людей он будет там в городе продвигать. В таком случае, да. То, может быть, ну, да, значит, это Шульгин. Но если цель стоит там опять, развитие города, то надо посмотреть, в каком направлении будет это развитие. И вообще, способен ли Шульгин именно продвигать это развитие. То есть, понимаете, да. То есть, людей подбирать нужно под задачи и цели. Потому что люди, в данном случае, с точки зрения системного управления, являются ресурсом для выполнения, для исполнения этих целей. То есть, какие ресурсы нам нужны. Вы же не будете спорить со мной, если, скажем, что в случае военных действий нужны военные. В случае выигрыша Олимпиады нужны спортсмены. Мы же не можем там Шульгина поставить на 100-метровку и сказать, так, ну-ка давай там выиграй 100-метровку на Олимпиаде, условно говоря. То есть, каждый должен заниматься своим делом. Абсолютно верно. Не просто своим делом, а ещё и должен уметь достичь поставленных целей. Поэтому всё надо смотреть в зависимости от цели. Если какие-то скрытные от жителей города цели есть, и вдруг этот человек именно под эти скрытные цели ставится, ну, значит, ничего не остаётся жителям города, как посыпать голову пеплом. Так, ну, хорошо. Давайте тогда с Шульгиным, видимо, пока закончим. Но вот лично мне странно, что не называются никакие другие кандидатуры. Даже по мэрам их было два. Это Геннадий Коновалов и про Ковалёва тоже говорили. А про главу администрации звучит один Шульгин, и это странно. Ну, там же конкурс будет. Кто подаст документы, конкурсную комиссию. У нас же всё, понимаете, у нас есть все институты демократические для того, чтобы мы достигали эффективных решений. Другое дело, как эти институты работают. Но ведь мы процедуры-то соблюдаем. У нас и выборы проходили по демократическим процедурам. Ну, да. Так что нам радоваться надо хотя бы процедурой есть. Так что ждите, будут кандидаты. Будет вам демократия. Про команду Васильева, старую, новую. Давайте поговорим. Исход Куземская, Бекетова и Мещенко. С чем вы связываете? Ну, если они не дураки, то они правильно ушли. Год прошёл, а результатов-то деятельности положительных нет. И думаю, что кто-то же должен, так сказать, так-то, по большому счёту, за это ответить, если за это не отвечает губернатор. Год прошёл, результатов нет, а его ведь избрали. Значит, кто-то другой должен отвечать. Кто? Я вот слышал, что Бекетов там не справился и так далее, некоторые говорят. Но у меня есть такое мнение, и вот я его придерживаю. Смотрите, для освещения деятельности, провиситься в положительном ключе, результатов деятельности, эти результаты должны быть. Не может Бекетов выдумывать из головы результаты и освещать их как бы в положительном рушке. Знаете, есть такая пиаровская прибаутка, если нет реальных дел, не спасёт пиар-отдел. Вот, ну, видите, вот эта прибаутка как раз и про это. Поэтому, ну, и хорошо, он поработал, ушёл. Нет, ну, подождите, тогда дружным строем за Бекетовым должны были отправиться пресс-служба вся. За почему? Яна Юрьевна. Зампред ушёл, все говорят, ну, мы же делали то, что начальник говорил. Поэтому сейчас будет новый начальник говорить, они будут, ну, что же вы, стрелочников, зачем, так сказать. Вот они выполняют задачи, которые, поэтому, я вообще не испытываю в связи с этим никаких там ощущений, там, вы знаете, когда там Брежнев умер или Андропов, там, или ещё кто-то. Ну, слава Богу, у нас никто не умер. Что какие-то чувства такие, ой, ушёл, что будет область делать? Не знаю, что будет область делать. Ну, и так область... Или, может быть, наоборот, вы могли бы почувствовать, ну, ушёл, и слава Богу. Честно говоря, нет. И слава Богу, тоже не приходит в голову, потому что, как сказал наш губернатор, теперь уже не в Рио, костяк остался тот же. Ну, то есть, вы считаете, что и Куземская, и Бикетов, и Мищенко ушли сами? Да. Никто их не увольнял, вот совесть замучила и уволили. Ну, формально-то, как минимум, это так. Никто же не объявил... Алиса Львич, вы мне сегодня решительно не нравитесь. Ну, иногда можно и не нравиться. Хорошо. Новые члены команды. Да. Плитко, Коробов, Чурин, Сурженко. Изучали ли вы, знакомы ли вы с кем-то из них? Ну, я знаю только Чурина, потому что он местный. Вот, остальных знаю только из прессы. А вот всех остальных родниц Васильеву Росреестр и служба в силовых органах. Ну, служба в силовых органах только, наверное, этого, как его? Ну, Коробова, что ли? Там он где-то в ФСБ, там, или в КГБ, там, рабы. Кто-то еще из них служил, если я все правильно помню. А еще один служил, но, по-моему, непонятно сколько и непонятно где. Ну, может быть, тоже там служил, там. Ну, по-моему, что-то меньше пяти лет, что ли. Ну, хорошо. И что? Ну, служили. Ну, посмотрите, один из них кандидат политических наук. Я вот посмотрел список их там послужной, так сказать. Вот в связи с этим у меня появилась, не слава Богу, да, вот. Поясните. У меня появилась некая тревога. То есть у этих людей тоже нет опыта управления хотя бы частью такой социально-экономической системы, как область. Вот у меня это вызывает определенную тревогу. Я не знаю пока их личных качеств, да, интеллектуальных качеств, там, и так далее. Тоже время покажет, да. Но на сегодняшний день есть вопрос, как бы, к опыту и знаниям. Есть у меня такие вопросы. Потому что, как говорит, так сказать, порядочность и профессионализм, это, ну, посмотрим, время покажет. Но на сегодняшний день, как говорят, бэкграунд, да, вызывает, значит, определенный тревог. Что касается того, кого мы знаем, Чурина, у него ведь тоже нет опыта управления. То есть он предприниматель в том смысле, что достаточно много раз выходил из очень сложных ситуаций для себя лично в том числе. Это хорошо. Это хорошо. Но не стоит забывать, что были примеры, когда люди, приходящие из предприятий, у нас были такие люди, приходящие на службу в правительство, они здесь вяли. Потому что, если на предприятии у тебя цель заработать деньги, выпустить продукцию, которая продается, и заработать деньги, то здесь не просто заработать деньги, а здесь нужно создавать условия для других, чтобы они зарабатывали деньги, часть из которого будут тебе перечислять бюджет. Потому что ты можешь функционировать, а цель, собственно говоря, вот этой власти, которая областная, заключается в том, чтобы обеспечить нормальные условия жизни для жителей области. Не зарабатывай, не денег. Мне кажется, что они должны обеспечить в первую очередь выборы президента в 2018 году, отсутствие социальных недовольств. Я-то думаю, что и по законам, и Конституции, их цель, и по положениям обеспечить нормальную жизнь жителей области, а не выборы президента. А кто начальник-то? Кто? Житель области или президент? Вот смотрите, а тут вы хороший интересный вопрос задаете. До тех пор, пока эти люди считают своим работодателем президента, они будут работать не в интересах области. Их работодатель не президент, их работодатель жители Кировской области. И вот пока нету этого понимания, а более того, понимание приходит только, когда над тобой давлеет закон или какая-то угроза. Сейчас давлеет над ними, что президент возьмет и уволит кого хочешь, или администрация президента. Поэтому интересы жителей Кировской области, скорее всего, могут во вторую очередь соблюдаться. В первую очередь, правильно вы говорите, наверняка будут соблюдаться выборы 2018 года. Слушайте, давайте на какой-нибудь позитивной ноте закончим. У нас с вами две минуты осталось. Что? Нота позитивная? Жить мне как-то хочется все меньше. Погода хорошая. Я думаю, что каждый из нас в определенной мере счастлив в своей жизни. И наша счастливая жизнь на сегодняшний день, вот тут, слава Богу, не всегда зависит от того, как эти люди управляют областью. Ну, будем ходить по треснутым дорогам и ездить по ямам. Ну, чего, первый год, что ли? Вы сейчас прямо от нас отправитесь на съезд Вятской торгово-промышленной палаты, избирать ее президента. Есть интрига в этом году? Я думаю, что никакой интриги нету. Президент будет избран. Один кандидат? Я думаю, да, никто не обсуждал второго кандидата. Ну, собственно, наверное, на этом мы с вами закончим. Это Азиз Агаев, руководитель аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». Его особое мнение. Я вам желаю хорошего дня и спасибо за это. Всем тоже до свидания. Хорошего дня. Продолжение следует...